10 ноября по народному календарю отмечается День Пороскевы. Обычно 10 ноября женщины в деревнях начинали готовить лён для продажи. К слову, обычно всю неделю, на которую выпадает День 10 ноября, называют Пятницкой неделей. В старину крестьяне предпочитали украшать иконы Святой Пороскевы. Говорили, что она охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие. Также Пороскева известна как покровительница полей и скотины. Было принято приносить различные плоды именно по этой причине. В этот день также молились люди, которые страдали от тяжёлых заболеваний. Особенно это касалось душевных недугов. В народе считалось, что прясть в День Пороскевы нельзя, а вот шитьём заниматься можно. Поэтому девушки вечером собирались все вместе, и каждая приносила с собой какую-нибудь работу. Так все занимались шитьём и одновременно беседовали. Говорили, что именно в этот день можно молиться на скорую свадьбу и жениха. Древние славяне почитали память 10 ноября богини Макоши, которая также является покровительницей прях, портних и помогает достичь земного счастья. В старину дома готовили к зиме именно в первые недели ноября. Скотину переводили в зимнее стойло. Какие существуют народные приметы на 10 ноября? Листья с вишни ещё не опали, снег, даже если он выпал, то скоро растает. Если человек родился 10 ноября, то его талисманом является уникс. Кто много смеётся в этот день, тот потом, согласно приметам, будет долго плакать. Поэтому старались вести себя сдержанно. Также считалось, что в день Макоши нельзя мыть голову, купаться, стирать и вообще выполнять работу, которая была бы связана с водой. Однако, если ребёнок болел, нужно было отвести его к источнику, чтобы смыть недуг. Также было поверье, что первый вытрепанный лён обязательно нужно осветить в церкви. Если болит голова или зуб, нужно помолиться святой Параскеве. По примете, 10 ноября нельзя мыть полы, нельзя чистить дымоход на Параскеве. Это, к несчастью, согласно приметам. Также считалось, что беременная женщина не должна в этот день давать денег в долг, поскольку так в чужие руки она отдаст судьбу своего ребёнка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...